Лилл фейк! Качественный продукт достаточно легко. Внедряешь знакомые механики, пишешь давящий саундтрек, придумываешь таинственную историю с несколькими неизвестными, даёшь игроку минимум ресурсов для выживания, а иногда не даёшь вообще ничего, и хоррор мечты готов. Но не всё так просто. Многие разработчики используют эти приёмы, но часто злоупотребляют чем-то одним или банально не могут соблюсти баланс между несколькими элементами. В этом видео мы разберём основные проблемы хоррор-игр на конкретных примерах, поищем их причину и рассмотрим возможные решения, чтобы понять. Скримеры — самый очевидный способ напугать. Их эффект работает всего лишь пару раз, а потом начинает раздражать. Особенно если игре больше нечего предложить. Например, Daylight рецензенты ругали именно за это. Страх сменяется разочарованием, когда Daylight погружается в безжалостный цикл утомительной охоты за предметами и дешёвых скримеров, превращая потенциальный триллер в банальный карнавальный хоррор. Ещё хуже, когда мы точно знаем, что сейчас будут пугать резким звуком, как, например, Five Nights at Freddy's. Игра может создавать напряжение и отлично с этим справляется. Тревожные звуки, тёмное окружение, замкнутость и беспомощность. Но при этом, если вы проиграли, то итог один — очередной джампскейр с аниматроником. Частые скримеры утомляют, но при этом, если реализовать их порционно и в связке с другими пугающими элементами, получится не только правильная волновая драматургия, но и работающее в верном направлении наполнение. За счёт этого работает геймдизайн Dead Space 2. Даже сами разработчики называли такой подход американскими горками. За каждым испугом следует разрядка. Мы теряем бдительность, и нас снова можно пугать. В нагнетающей звуковой дорожке появится скачок, выпрыгнет монстр, а главный герой будет в опасности. Так напряжение от скримера не спадает до завершения боя. Ещё один хороший способ реализовать джампскейры — это поставить их в неожиданное место. Хороший пример — вот этот фрагмент из Resident Evil Village. Мы заходим в сарай, поднимаем фотографию, где написано, что нужно посмотреть в окно, подходим, смотрим и... Ничто не предвещает скримера. Нет томной музыки, выключения света или изначальной полной темноты. Наоборот, на улице светло, врагов вокруг нет, и в целом атмосфера достаточно спокойная. Здесь разработчики здорово обманывают ожидания игрока, как и в этом моменте из Silent Hill 2. Интересен он тем, что это единственный скример на всю игру. Нас к нему не готовят, оттого ситуация становится неожиданной и отлично работает на испуг. Хорошая альтернатива скримерам — это проработка фундаментальных составляющих игры, левел и аудиодизайна, а также правильный подход к созданию окружения и противников. Левел-дизайн — это первая ступень погружения. Обычно нас закидывают в замкнутые пространства со множеством коридоров и закрытых дверей. И часто эти пространства большие по масштабу, ведь нужно что-то исследовать. Ишимура в Dead Space, лечебница из Outlast, станции в Сома. Но при этом они достаточно узкие, чтобы нам было трудно избежать стычки с монстрами. Создается ощущение клаустрофобии и страха, когда, например, в маленьком коридоре полицейского участка из Resident Evil 2 на тебя идут несколько зомби или огромный тиран. Коридоры специально делают с частыми поворотами, чтобы игрок не видел далеко вперед, и каждая из развилок сопровождалась напряжением. В классических Resident Evil 2 и Silent Hill 2 к этому добавлялась еще и камера, которая ограничивала обзор. Заворачивая за угол, иногда можно было наткнуться на противника, которого не ожидаешь встретить. Однако не во всех хоррорах локации делают линейными и замкнутыми. Например, в Alien Isolation часто можно наткнуться на разветвленные уровни. Но там это обусловлено геймплеем. Героиня может обходить противников, используя различные проходы, комнаты, вентиляцию и другие объекты. При этом игроку не дают слишком много свободы в перемещении. Лабиринтообразные уровни с тупиками и клаустрофобными секциями — это одна из основ хорошего хоррора. Окровавленные запутанные коридоры заставят вас бояться намного сильнее, чем обычные джампскейры. Еще можно выделить двери. Фундаментально их делят на три типа — открытые, запертые, которые можно открыть, и совсем неоткрываемые. В других жанрах неоткрываемые двери визуально сильно отличаются от остальных типов, но в хоррорах их умышленно делают одинаковыми. Чтобы нагнать саспенс при исследовании локаций, как в Silent Hill 2, или создать опасную ситуацию, когда мы убегаем от кого-то и надеемся спрятаться. Не знаю, меня всегда в ужасах бесили эти двери, которые нельзя открыть. Ну почему нельзя сделать больше комнат, думаю. Ну вот она просто закрыта. В Резиденте и в других так хотелось каким-то образом туда попасть. Ну, да. Аудиодизайн — тоже эффективный способ заменить банальные скримеры. Про звук в хоррорах мы подробно рассказывали в одном из наших видео, а сейчас приведем несколько удачных примеров. За подробным разбором переходите по подсказке. Если говорить коротко, правильный звук и хороший саундтрек работают на атмосферу и подчеркивают определенные моменты в игре. Например, в Soma саунд для нас — это основной источник страха. Постоянные скрежеты, неестественные звуки противников, шорохи. Хоррор здесь именно аудиодизайн. При этом он не только пугает, а еще и выполняет практическую функцию. Например, об угрозе мы узнаем по сердцебиению протагониста. Другой хороший пример — The Medium. Подробно разберем один из фрагментов. Марианна выезжает на поиски санатория Нивы после таинственного звонка. Она пробирается через пустую дорогу и лес, где постоянно нарастает музыка. Нас готовят к чему-то важному, нагоняют тревогу, но в определенный момент композиция просто затихает. Чуть дальше к звукам шагов и леса подключается эмбиент. Он медленно усиливается до момента, когда героиня входит на территорию Нивы. Камера берет кинематографичный ракурс. Мари кажется совсем маленькой на фоне заброшенного здания. Вокруг вообще никого, только незначительные намеки на былые признаки жизни, вроде машины на парковке с фотографией внутри. Включается аутсайд Нива. Спокойная композиция, она идеально попадает в визуальный тон сцены. Пустое заброшенное место, героиня, прошедшая через темный лес. Теперь есть время для передышки. Марианне ничего не угрожает, можно выдохнуть. Что-то похожее есть и в Resident Evil. Одна из самых узнаваемых черт серии — это сейв-румы. Особое место, где игрок может передохнуть, привести в порядок инвентарь, сохранить игру, собрать припасы или купить что-нибудь у торговца. Музыка в таких местах всегда спокойная. Так игрок чувствует себя в безопасности, и это создает нужный контраст между страхом и его спадом. С дизайном и окружением дела обстоят наглядней. Обычно это мрачные локации и противники, пугающие внешне. Например, некроморфы из Dead Space, Obscura из Evil Within 2 или чужой из Alien Isolation. При одном взгляде на них становится не по себе. Неестественные движения, необычные звуки, быстрая реакция — правильные способы для дизайна пугающего врага. Но можно пойти еще дальше и добавить монстрам нарративной глубины. Лучший пример — это серия Silent Hill. Каждый монстр серии был создан с подтекстом. Это работает как дополнительный инструмент погружения, а соответственно помогает создавать напряжение. Так, Grey Child из первой части олицетворяют обидчиков Олесы в школе. Знаменитые медсестры из второй — сексуальную неудовлетворенность Джеймса и его мысли о жене. А великий пирамидоголовый — наказание главного героя за все его поступки. Грамотный левел-дизайн, правильный звук или креативный подход к дизайну монстров в умелых руках могут напугать гораздо сильнее, чем переизбыток даже самых внезапных скримеров. Главное — правильно расставить акценты и нагнать саспенс, при этом не забывая про моменты передышки, иначе игра начнет надоедать. За что мы любим серию Resident Evil? Давящая атмосфера. Вспомните первую встречу с Ликером, темные закоулки полицейского участка или испанскую деревню из четвертой части. Отличный сурвайвл-челлендж и головоломки. Например, дом Беневиента из Village, где нужно не только решить серию загадок, но и не попасться на глаза малышу, который убьет вас. Крафт и менеджмент ресурсов. Смешение трав для лечения и пороха для создания припасов. Ну и классная фишка с инвентарем из четвертой части, где каждый предмет занимает не один слот, а несколько, и игроку нужно грамотно распорядиться пространством, чтобы уместить все необходимое. Крутые большие локации, которые интересно исследовать. Огромные особняки и тот же полицейский участок скрывают множество тайных ходов и комнат. А за что не любим? Больший упор на экшен. В экшен-элементах нет ничего плохого, но Resident Evil иногда становился чистым боевиком, и это не очень нравилось любителям хорроров, что подтверждают пользовательские оценки пятой, шестой частей и Operation Raccoon City. Это экшены со сверхсильными героями, богатым арсеналом и голливудскими взрывами. От хорроров в них не было практически ничего. Такой подход убивает все ощущения ужаса и страха. Игрок постоянно чувствует себя сильнее противников, ему просто нечего бояться. Ровно та же проблема есть и у третьего Dead Space. Этим проектом EA хотели привлечь большую аудиторию, отсюда и появились многочисленные экшен-сцены, кооператив и сильный упор на перестрелки, в том числе и с людьми. Из-за этого серия потеряла свою идентичность, которая была ярко выражена в первой и второй частях. Вместо хоррора и выживания — экшен, взрывы и бешеный темп. Да и кооператив не способствует погружению. Вдвоем играть не так страшно пропадает один из главных крючков хоррор-игр — чувство отчужденности и тотального одиночества. Если это не игра по типу GTFO, где герои очень уязвимы. Нам необходимо экономить припасы и планировать тактику перед рейдом, чтобы остаться в живых. Вдобавок упор сделан именно на командную работу. Кто-то берет сканер, чтобы узнать количество и расположение противников, кто-то гипс-пушку, чтобы залепить двери и сдержать монстров, а кто-то турель, чтобы отбиваться при штурме. В одиночку здесь просто не выжить, поэтому каждому игроку отведена своя роль. Но это скорее исключение из правил. Чтобы игра не утомляла, необходимо давать игроку разный опыт частями и разделять эпизоды с экшеном и хоррором, чередуя их. Разберем на примере The Evil Within 2. Игра работает по принципу «хоррор-сегмент-экшен», «хоррор-сегмент-экшен» и так до самого конца. В начале главный герой погружается в Стэм, и там вообще нет противников. Лишь пару воспоминаний из прошлого протагониста. Темное здание, похожее на особняк, комната с повешенными людьми. Мы медленно исследуем локацию и встречаем Стефана, одного из антагонистов. Затем бегством спасаемся от стражницы и, наконец-то, попадаем в Юнион. Тихий городок, чем-то похожий на Сайленд-Хилл. Здесь уже предстоит заниматься обычными вещами – стрельбой, крафтом, менеджментом ресурсов и исследованием. А потом вновь отправиться в психоделическое путешествие по мэрии, театру, церкви и другим местам, где нас снова ждут различные иллюзии с элементами хоррора и перестрелки с монстрами, в том числе и с боссами. Еще стандартный экшен удачно разбавляют энкаунтеры с анимой – девушкой-призраком, которая преследует героя в третьей, седьмой и одиннадцатой главах. Каждая встреча с ней пугает. Пространство вокруг заполняется туманом и искажается. Предметы начинают летать сами по себе, появляются резкие звуки. Плюс призрак постоянно напевает жуткую Клэр де Лун. В The Evil Within 2 на каждый хоррорный эпизод приходится эпизод с экшеном, и наоборот. Игра не скатывается во что-то одно и хорошо держит умеренный темп. Амнезия The Dark Descent стала прорывной для своего времени и раскрыла жанр survival-хоррор с новой стороны. Ведь в ней у главного героя не было оружия, а основу геймплея сфокусировали на головоломках и исследовании. При этом игрок все равно мог противостоять монстрам, замедляя их с помощью предметов и объектов окружения. Вроде дверей. К тому же там был интересный сюжет и необычные геймдизайнерские решения по типу уровня рассудка, за которым нужно было следить, как и за здоровьем. Успех Амнезии породил большое количество подражателей. Дилогия Outlast, Blair Witch и, конечно же, бесконечные хорроры на Unity. Несколько игр про Слендермена, Rise of Insanity, The Mortary Assistant и множество других идентичных проектов. У каждого из них одинаковый принцип. Ходим без оружия, решаем головоломки, быстро умираем, иногда от кого-то прячемся, и в этом главная проблема таких игр. В них скучная игровая петля, мы приходим на локацию, что-то ищем, включаем или открываем, между этим избегаем встречи с противником. Понятно, что каждая игра состоит из циклов и в каждой его можно свести к трем главным пунктам, но в случае с подобными хоррорами процесс очень быстро надоедает. Поэтому однообразность геймплея нужно компенсировать чем-то другим. В Outlast хороший звук и окружение, а в Soma оригинальный сеттинг и интересная история. В наши дни сурвайвл-хорроры, как правило, дают вам только две вещи для защиты. Ноги. С тех пор, как в 2010 году Amnesia The Dark Descent заставила нас спать с включенным светом в течение двух недель, наблюдается приток компьютерных игр, которые не дают вам даже бейсбольные биты, чтобы отбиваться от чудовищных противников. Амнезия брала своей новизной, потому что до этого жанр у большинства игроков ассоциировался с сериями Resident Evil и Silent Hill. Но даже они в определенный момент стали заигрывать с этим концептом, когда он был на пике популярности. Вспомните, ПТ или Седьмой Резидент. Возникает вопрос. Как же сделать интересный хоррор со слабым героем и при этом не превратив кор-геймплей в бесконечную беготню? И есть как минимум один яркий пример, где все эти элементы работают, при этом давая новый опыт, а сама игра меняется по ходу прохождения. Это Alien Isolation. Да, наша героиня слабая и не может быстро положить нескольких врагов, но её арсенал достаточно обширен. Ловушки, электрошокеры, оружие ближнего боя, револьвер, огнемёт и другие вещи. При этом она не становится машиной для убийств, ведь ресурсы нужно постоянно находить и крафтить. Нам часто подкидывают ситуации, когда приходится решать, какую из вещей создать важнее. Разработчики легко могли бы оставить Рипли наедине с чужим, но тогда игра бы превратилась в обычный симулятор ходьбы с несколькими энкаунтерами и прятками. Это было бы весело первые несколько часов. По этому станцию, кроме Ксиноморфа, населяют андроиды и люди, с которыми тоже нужно сражаться. Очень осторожно и вдумчиво. В каких-то моментах врагов действительно лучше обойти. Но иногда можно вступить в бой, и это основное отличие Alien Isolation от других подобных игр с прятками от монстров. Ведь нам дают выбор. Уверены, что ресурсов хватит и сможете устранить врагов? Зачищайте локацию. Думаете, что лучше сберечь боезапас и не вступать в схватку? Пробирайтесь мимо противников обходными путями или прячьтесь, чтобы остаться в живых. Конечно, главное преимущество игры — это сам чужой. Во-первых, он умный и подстраивается под поведение игрока. Обучается, исследует территорию, становится агрессивнее и перемещается по-разному, что генерирует уникальность при каждом переигрывании. Две встречи в одном и том же месте могут пройти абсолютно по-разному. Также в игре есть интересные детали. Например, достаточно задеть хвост ксеноморфа, сидя под столом, или не до конца задержать дыхание в шкафу, чтобы он вас обнаружил. Наш инопланетянин динамичен. Он не работает по заранее прописанным путям или сценариям. Вместо этого он использует свои чувства, чтобы выследить игрока. Он реагирует на его действия и движения. Слабый персонаж в хорроре — это нормально. Но чтобы игра не превращалась в постоянные прятки и догонялки, лучше дать ему хоть незначительный элемент противодействия. Опасность никуда не денется, но при этом появится возможность выжить, да и получится создать множество интересных геймплейных ситуаций. Головоломки в хоррорах — это классика жанра. Они дают игроку передышку от страшных моментов или экшен-эпизодов, ну и банально заставляют подумать. Некоторые из них отлично вписываются в контекст повествования, как, например, эпизод из Resident Evil 7, в котором герой должен выполнить действия в правильной последовательности, чтобы выбраться из ловушки. Но есть, конечно, и такие, что вызывают вопросы, как бесконечные головоломки с дверьми, где нужно бегать по всей локации и искать ключи от замков или загадки с колбами, где проще просто рандомно нажимать на кнопки в ожидании результата, как в той же Resident Evil 3 ремейк. Такие головоломки в основном раздражают, а не погружают. Перед игроком нужно ставить чёткую цель и дать ему возможность подумать. Бывают и слишком закрученные головоломки, вроде последней в пяти. Задумка Кодзимы была в том, чтобы игроки со всего мира решали её сообща, делясь информацией, но разгадать пазл можно и в одиночку, правда, придётся постараться. Сначала нужно дождаться полуночи на часах, затем сделать 10 шагов, остановиться и послушать детский смех, после этого нужно несколько раз произнести «Джей» в микрофон, до тех пор, пока ребёнок не засмеётся во второй раз. В конце просто стойте и ждите. Ребёнок посмеётся в третий раз, после чего сфокусируйте взгляд на телефоне. Голос скажет, что вас выбрали, и дверь откроется. Да, задумка необычная, но в тизере ничего не намекало на способы её решения. Интересно, к реализации головоломок подошли разработчики Silent Hill. Они позволили выбирать уровень сложности паззлов перед прохождением. Например, загадка с Шекспиром из Silent Hill 3. На лёгком уровне нужно просто поставить на полку недостающие книги, и код от двери появится на них. Но вот на сложном необходимо расставить все книги, опираясь на их описание и отсылки к произведениям. Тут без знания литературной части никак не обойтись. Формулу хорошей головоломки можно расписать так. Чёткая задача. Доступное решение. Игрок как часть паззла. Ему необходимо думать, а не просто рандомно нажимать на кнопки или искать нужный предмет. Результат. Не стоит злоупотреблять пиксель-хантингом и простым перебором вариантов. Это мало кому понравится. Давайте будем честны. Немногие ценят хорроры за сюжет. Мало кого смущает средний сценарий серии Resident Evil или простая история в антологии The Dark Pictures. Хороший нарратив — это скорее приятный бонус, который добавляет игре очков. Например, Silent Hill 2 считается лучшей в серии, что подтверждают различные рейтинги и самый высокий балл из всей франшизы на Metacritic. Это безусловно хорошая игра. Она отлично пугает, в ней отличный саундтрек, но многие выделяют именно историю. И вот почему. Все монстры и облик самого города — это проецирование травм, чувств и сознания главного героя. Таким образом, Team Silent создали мощную связку между историей и наполнением игрового мира. Мы видим, как протагонист борется и страдает, исследуя жуткие места в городе и сражаясь с монстрами. Он преодолевает все испытания ради встречи с женой. У него есть сильная мотивация, что делает его живым персонажем, а не обычным аватаром в руках игрока. Таким фактурным и характерным героем сопереживать гораздо легче. А сопереживание — это очень мощный крючок для завлечения. Именно поэтому воспоминания о разговоре с Мэри в длинном коридоре и ее прощальное письмо в конце точно заставили прослезиться не один десяток игроков. Если бы мотивы и сложный путь Джеймса были нам неизвестны, эти эпизоды бы превратились в простой набор фраз. Правильная работа с сюжетом и окружением, которая рассказывает историю, — это обязанность нарративного дизайнера. Он должен понимать, как пользоваться законами драматургии в играх, наполнять мир интересными деталями, а зачастую и определять сюжет. Если вы хотите делать игры, но душа не лежит к чисто техническим специальностям, программированию, моделированию или анимации, обратите внимание на наш курс «Нарративный дизайн». Там вас научат скреплять геймплей и историю, пользоваться сценарными схемами и создавать убедительные диалоги. Ссылка в описании и в закрепленном комменте. По промокоду МЕДИА скидка 10%. От проблемы безэмоционального главного героя очень страдает первая The Evil Within. Всю игру наш герой, Себастьян, ходит с каменным лицом и практически никак не реагирует на происходящее. Мы толком ничего о нём не знаем, разве что, что он детектив, и его дочка сгорела в пожаре. Всё. Но это исправили в сиквеле. Если в первой части информация о смерти дочери в пожаре была просто информацией, то во второй — это основа сюжета. Себастьян выясняет, что его дочка Лили жива и отправляется в Юнион, чтобы спасти её. Также на протяжении всей игры нам будут показывать небольшие отрывки из личной жизни протагониста, погружать в его воспоминания и всё в таком духе. Это опять же создаёт связь между игроком и персонажем. Ведь теперь нам понятны его чувства и мотивация. Кстати, помните, чуть раньше мы говорили про встречи с призраком анимой? Она несколько раз погружает Себастьяна в травмирующие воспоминания о больнице из первой части. Ему вновь приходится пройти по знакомым локациям и пережить тот ужас. Сюжетная линия с анимой заканчивается, когда главный герой находит себя на кушетке. Это часть его сознания, которая страдает и винит во всём себя. Здесь герой символично убивает собственное чувство вины и отмечает, что ему стало легче. Пример правильного сюжетного хода, связанный с геймплеем. В хоррорах достаточно, чтобы нарратив был просто на уровне. Но если атмосфера, дизайн и геймплей отражают какие-то сюжетные элементы и наоборот, проект от этого только выигрывает. Если представить формулу идеального хоррора, то это, скорее всего, хороший звук, дизайн уровней, монстров, разнообразный геймплей и приятный бонус в виде хорошей истории. Посмотрим, как жанр будет развиваться дальше. Хочется открывать для себя новые способы бояться и погружаться в атмосферу, особенно учитывая VR-технологии. Будем ждать! Сценарий и монтаж Эмиль Политаев редактировал Никита Журавель, а озвучил всё я, Игорь Попов. Если хотите больше контента от нас, подписывайтесь на этот канал, кликайте на колокольчик, а также читайте наш Телеграм или ВКонтакте, там выходят интересные компактные посты об игровой разработке. А ещё у нас есть стримы на YouTube-канале XYZ Live, где мы наглядно разбираем технические вещи самых разных направлений, от кода до концепт-арта. Продолжение следует...